Добрый день, жаркий, творческий, друзья. Сегодня у нас очередная встреча из цикла «Царско-сельские встречи». И у нас в гостях кинорежиссер Алексей Воробьев. Леша, добрый день. Очень приятно. Добрый день. Ну, я рад, что ты выбрался. Я знаю, что у тебя многочисленный проект. Ты все время снимаешь уже несколько, я бы сказал, месяцев, а то и лет, наверное, снимаешь фильм, такой большой, серьезный фильм о войне, о блокаде. И постоянно, значит, как тебе не позвонишь, ты то в монтажной, то где-то, наверное, в фильме. Ну, в общем, как бы все время в процессе. Но мы вообще, знаешь, сегодня, наверное, поговорим не только о последнем фильме, но вообще о твоем творческом пути. Потому что у тебя есть любопытные, на мой взгляд, интересные фильмы. Может быть, они недостаточно как-то внедрены в сознание, киносознание, потому что в основном бренды существуют в мире, да, и у нас, и на Западе. А вот есть человек, который идет таким своим особым путем. Вообще, сколько лет ты сейчас, сколько лет ты занимаешься кино? Ну, я лет, лет 15, наверное. 15, да. Лет 15. Вопрос, даже не вопрос брендов, вопрос в том, что существующая ситуация продвижения фильмов, она, ну, грубо говоря, люди отрабатывают средства, которые им дали. То есть на сегодняшний и будущий день, да, для продвижения фильмов нужно не только их создание, да, и их продвижение. Ну, это конечно. То есть это такая вот уже такая социальная работа. Ну, это все понятно. Но ты понимаешь, продвижение, было бы чего продвигать. Вот тоже вопрос большой. Потому что вот буквально сегодня я, так, ВКонтакте случайно, там, так сказать, наткнулся, некая там группа, называется все это авторское кино, где-то в Новосибирске, филологи, и какие-то люди, значит, ну, близкие к культуре, к искусству. И я смотрю такой, как бы, киноклуб, они, значит, предлагают авторское кино, там, на следующий год, абонемент. И среди фильмов я не увидел ни Параджанова, ни Феллини, ни Антониони, ни Вайды, ни Тарковского, понимаешь, какой-то там, значит, мертвец даже с бензопилой, что-то вот такое в этом роде. Ну, как бы такие вот. И все это называется киноискусством, понимаешь. Вот это, мне кажется, одна из проблем, которая сейчас ставит перед человеком, потому что критериев нет, они исчезли, да. Если все-таки, ну, вот, и ты, наверное, я думаю, что мы с тобой как-то беседовали, ты достаточно хорошо знаешь, там, мировое кино, но, например, меня удивило, что ты знаешь такого режиссера Золотона Хусарика, понимаешь, которого, в общем, практически не знает никто, хотя это великий, на мой взгляд, и удающийся режиссер 20 века. Вообще, какие режиссеры на тебя повлияли, и кого ты считаешь, может быть, ну, не то, что своим учителем, но, во всяком случае. Ну, я, честно говоря, в основном, то, что вот интересовал, интересует, разное время, разное увлечение, как у всякого человека. В последнее время меня интересует в значительной степени немецкое кино, причем то, которое, вот, манифест этот у них был, не помню, как он называется, там, 55-го года, да, то есть там в основе, в принципе, начинал это дело Александр Клюги такой, вот. Ну, вот, собственно, он, и он много делал фильмов и игровых, и документальных, я тоже делал... Ну, а в чем суть этого направления? Он, ну, что это такое, это не направление, они просто объявили о создании, как бы, нового немецкого кино. Ну, объявили, что просто снимали. А состояло это в том, что они, в принципе, отошли от реализма вообще. И я, в общем, тоже стараюсь реалистические фильмы не снимать. А, скажите, как можно сделать документальные фильмы, отойти от реализма одновременно? Это возможно? Это, ну, это какой-то вопрос, вопрос жанра. Это же, так сказать... А Фассбиндер, так сказать, тебе близок, или он не привыкнул? Фассбиндер как раз гиперреалист, на мой взгляд. Фассбиндер тоже, да, да. Ну, вот я некоторые фильмы увидел такие довольно странные, понимаешь? Я бы назвал, скорее, сюрреалистические. Но они странные по содержанию, как бы. А вот, так сказать, он как раз старается снимать много, как реалистично, и это почти театр. Он же, кстати, театральный режиссер тоже большой, приличный, старался, да. Старался. Нет, не только. Вернер Херцег, то есть он, например, там берет, едет, снимает. Там было землетрясение где-то на островах каких-то. Вот он сидит, там один из людей из города ушли. И вот он, этот мертвый город, который перед извержением вулкана, он снимает. То есть он, они объявили вот такой свободный кинематограф, который не обязательно... Есть и Индепендент, и Индепендент. Скажи, пожалуйста, а в России кто-то вот подхватил эту волну? Есть какие-то, были в 50-е, 60-е, 70-е годы какие-то, так сказать? У нас практически не было, потому что, ну, Индепендент все равно, вот то, что они хотели, да. Он требует, ну, независимое кино. Оно все равно маленьких денег, но требует. У нас люди были бедные совсем. Сейчас Сокуров вот снимает, что хочет. То есть поехал, взял камеру, грубо говоря, там, оператора и так. То есть все равно это уже независимое кино. Что хочет сказать сложно. Ревоплит Винова сняла независимое кино. Потому что требует все-таки денег. Ну, денег требует, но уже не таких. То есть не как студийное производство. То есть это не студия. Достаточно больших, понимаешь? Хорошо, давай, значит, у нас, поскольку есть возможность показать какие-то из твоих фильмов, давай посмотрим, и потом ты прокомментируешь. Давайте нам покажите, пожалуйста, отрывок первый, что у нас есть сегодня. А дальше мы будем беседовать о том, что увидим. Стихи одолели. Чуть ничего не болит, и на душе спокойно. Приходит муза и выворачивает все вверх дном. Начинается волнение, скоро переходящая границы всякой умеренности. Пульс, виски, сердце бьют тревогу. Милый друг. Легенду я слыхал. Пали с плеч подвижника Вериги. И подвижник мертвый пал. И подвижник мертвый. В последнее время мне все представляются степи. Без конца лежит степь. Степь и степь. Сибирская. Беспредельная. Этот образ степи просто не дает мне покоя. Я задумал целую поэму. По этой степи бежит человек. Он вырвался на волю из-за строга. А воля это степь. Он бежит до истощения сил. Голодает. Холодает. И ничего нет. Кроме снега и степи. Я лугами иду. Ветер свищет в лугах. Холодно, странничек. Холодно. Холодно, родименький. Холодно. Я лесами иду. Звери воют в лесах. Голодно, странничек. Голодно. Голодно, родименький. Голодно. Я в деревню. Мужик, ты тепло ли живешь? Холодно, странничек. Холодно. Холодно, родименький. Холодно. Я в другую. Мужик, хорошо ли ешь, пьешь? Голодно, странничек. Голодно. Голодно, родименький. Голодно. Ну вот я хочу сказать, Леш, в общем, неожиданно Некрасова. Я когда посмотрел этот фильм, ну, казалось бы, Николай Алексеевич Некрасов, классик, так сказать, все, Дадыр уже известен, Железная дорога и так далее. В общем, неинтересно, как бы, да. А я посмотрел этот фильм, он довольно любопытный у тебя действительно сделан, интересный. Я думаю, что если бы его показать нам где-нибудь в Prime Time на Первом канале, то, в общем, какой-то народ встрепнется и скажет, смотрите, Некрасов-то какой-то интересный. Вот. Ну, ты какие-то вот такие программы, да, здесь и использовал, вот то, что мы с тобой обсуждали, да, такие немножечко... Странный несколько, да, взгляд такой на видеоряд, я имею в виду. Тут приемы приемами, но мне это представлялось важным содержанием, потому что, как бы, полагается, да, ну, скажем так, в некоторых кругах, да, Некрасов полагается таким посконно-исконным поэтом, да. Это раз, а второе, ну, и как бы, и в этой связи не очень поэтом. Ну, вот, ладно, да, я сейчас выскажусь, да. Это второе обстоятельство, да, второе, он полагается таким большим революционером, вот. И то, и другое, в общем, на это я обратил внимание. Во-первых, значит, вот в том фрагменте, который есть, совершенно точно чувствуется, да, я, по крайней мере, почувствовал, такой большой образ, такой правический, даже, можно сказать, христианский. И это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что он большой поэт, просто-напросто. Ну, конечно. То есть, и как бы, тут вот, как ни крути, Некрасов есть, а вот многих, многих его нет. А вот даже очень много, многие довольно крупные литераторы, писатели, Корней Чуковский, это был его любимый поэт, но, в частности, его лирика любовная, да, о которой мало кто знает и, наверное, мало кто читал. Поэтому это вот замечательно, что тебе удалось такой сделать фильм. Да, да, да. И тут еще важно, вот еще какое обстоятельство, что какой-то вот такой момент, да, я бы хотел сказать, что он, в общем, в этой связи, да, вот этот вот образ, да, вот когда человек становится свободным, и он, в общем, ничего, кроме снега и степи не видит. То есть, это такое мытарство души, да, то есть, это уже такой переход, он пытается смотреть к таким духовным узорам уже. Вот этот фильм как раз такой, все-таки больше можно назвать его документальным, да? Да, конечно. А вот следующий фильм, который мы весь не увидим, мы увидим кусочки, фрагмент. Вот этот фильм уже немножечко другой, это совсем не документальное кино. Что это за фильм, двух словах? Нет, ну, я так понимаю, что речь-то будет идти на самом деле, а такой, фильм-портрет, он про Кузнецова, про Адмирала. Вот сейчас будет Кузнецова, а, но это другая история. Вот, да, это другая история, но суть не в этом. Там, значит, там кино о человеке, который, на мой взгляд, попытался, не знаю, насколько это удалось, да, во время режима, да, сталинского, и во время любой, в общем, как это, диктатуры, да. Тоталитарного, да. Да, тоталитарного строя, да, попытаться сохранить лицо, будучи, в общем, конечно, сталинским генералом. Да, 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 будучи не генералом даже, а диктатурным генералом. Ну, он видел, что он хотел сохранить лицо, но, в общем, он плохо кончил, поэтому, да, его очень было репрессировано. Да, 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 но дело не в этом. Я думаю просто, что Сталину, да, и любому вот такому, значит, живодеру, да, ему нужны все равно люди, которые имеют лицо для того, чтобы, там, обращаться с иностранными государствами, там, ну, то есть дипломатические какие-то миссии выполнять. Потому что, если у него будут все такие, так сказать, кто с ним разговаривать будет, еще вот это обстоятельство. Ну что, давай посмотрим фрагментик и потом продолжим.